Северная Осетия, Беслан Маленький городок в предгорье Кавказского хребта Летние каникулы не закончились И на улицах по-прежнему играют дети В воздухе растворилась неспешность Так же здесь было 15 лет назад Накануне самого страшного теракта в истории России Все лето 2004 года в теленовостях шел нескончаемый поток тревожных известий Со всей страны А осетинский городок, который даже не всегда отмечают на картах Жил своей спокойной жизнью Но и над Бесланом уже сгустились тучи Бесланскому теракту предшествовала целая череда страшных происшествий Которые поставили страну на грани истерики 6 февраля в московском метро подорвал себя террорист-смертник Погибло более 40 человек 4 июня прогремел новый взрыв На продуктовом рынке в Самаре И снова десятки раненых и погибших В ночь на 22 июня террористы бандгруппы кровавого чеченского полевого командира Басаева Провели рейд в Ингушетии Около сотни сотрудников силовых ведомств республики были убиты 24 августа террористки-смертницы одновременно взорвали в воздухе сразу два самолета Вылетевшие из московского аэропорта Домодедова Пассажиры и экипажи обоих рейсов погибли Через пять дней новый теракт 31 августа в Москве у входа на станцию метро Рижская Взорвала себя очередная смертница Погибли 9 человек Все эти кровавые преступления охотно брала на себя банда чеченского полевого командира Шамиля Басаева Человека, не признающего правил войны и не знающего жалости 1 сентября группа вооруженных террористов захватила более тысячи заложников на линейке в Бесланской школе номер один С тех пор Беслан забыл, что такое покой Вот через эту дверь загнали 1126 человек в зал Погибло 334 человека 186 детей, 99 женщин, 33 мужчины 10 с пятназовца, 2 МЧС Вот от лестницы еще осталась полоса Видите? Пойдемте к залу Вот семья самая многопогибшая Урбановой Шесть человек Дочка с двумя детьми Вот дочка Это дочка Вот две А это сноха Двое Вот еще пять человек Да, урабы Вот пять человек В течение 52 часов террористы удерживали заложников в спортзале школы Многих из них убили По официальной версии, все это время террористы не шли на переговоры А 3-го числа взорвали спортзал, из-за чего погибли все заложники Спецназ, для которого случившийся взрыв, стал неожиданностью Ринулся на помощь людям и в страшном бою с террористами понес огромные потери Такова была правда, которую власти предложили стране Эта правда устроила далеко не всех В самом Беслане и за его пределами нашлись люди Потратившие годы своей жизни, чтобы найти и рассказать всему миру Настоящую правду Беслана У Эллы Касаевой в тот день в заложниках оказалась дочь Она была сильно ранена, спаслась Эмма Бетрозова, сестра Эллы, в теракте потеряла всю семью Мужа двоих сыновей Простые осетинские женщины Они никогда до того не имели больших разногласий с государством Не бывали в судах, не сталкивались с правоохранителями Однако именно им и созданной ими организацией «Голос Беслана» Предстояло сыграть ключевую роль в общественном расследовании бесланских событий Первое сентября – это день моего рождения И мои племянники, особенно старшие Очень в теплых отношениях были И я вот здесь, в этой комнате сидела Он ко мне зашел Они собирались в школу идти И зашел и говорит Он когда немножко издевался Мы были не тетя и племянник Мы были родные, друзья И он говорит Тетя, это как немножко юмором перешел Говорит, что тебе подарить? А потом приехал их отец из села И повел их в школу Захват школы случился в 9 часов утра Уже в 11 был сформирован оперативный штаб Руководителем которого был назначен глава УФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев В тот же день в Беслан вылетели Московские генералы ФСБ Проничев, Анисимов и Тихонов Для организации медийного освещения В Беслан был командирован Дмитрий Песков На тот момент заместитель пресс-секретаря президента России А ныне пресс-секретарь Владимира Путина 1 сентября 2004 года Беслан попал в сотни объективов Со всего света сюда слетели журналисты Из кварталов прилегающих к школе вели свою трансляцию Крупнейшие мировые телекомпании А также их российские коллеги Три страшных сентябрьских дня показали Как по-разному эти люди понимали принципы профессии С первых минут все в Беслане осознавали В школе сотни заложников И в основном это дети Террористы намеренно и осознанно демонстрировали властям Ставки в этой схватке максимальные Но российские центральные телеканалы называли совсем другую цифру В заложниках находится 120 человек Позже официальная позиция была скорректирована И остановилась на цифре 354 Таковой она оставалась вплоть до конца 3 сентября Когда стала появляться информация о реальном числе жертв Этот час мы говорим о 354 фамилиях Которые есть в списках составленных в результате опросов, контактов и так далее Новая газета командировала в Беслан корреспондентку Елену Милашину Первое, что она сообщила в редакцию В заложниках не меньше тысячи человек Тогда я первый раз познакомилась Ну то есть не познакомилась, а увидела Эллу Кисаеву и Эмму Бетрозову У Эллы Кисаевой был в руках плакат, я помню, 2 сентября в школе Больше 700 человек Она просила, очень сильно просила Маргариту Симонян Журналиста со второго канала, чтобы Маргарита Симонян показала ее с этим плакатом Пока руководство России силами центральных каналов пыталось убедить страну Что происходящее в маленькой Южной Республике Это пусть и крупная, но локальная неприятность В Беслане были и своими глазами наблюдали происходящее депутаты Государственной Думы Которые в составе думской делегации возвращались в эти дни из Южной Осетии Среди членов делегации был Юрий Петрович Савельев Специалист в области баллистики и теории взрывов Депутат, представлявший в Госдуме партию Родина Первого числа мы улетали в Москву И в 9 часов утра мы были в аэропорту Владикавказ Это 8-12 километров от Беслана Рогозин давал пресс-конференцию, мы присутствовали В 9.30 кто-то прибежал и сказал Захватили школу в Беслане Ну, мы, конечно, прервали всю эту конференцию Пресс-конференцию, сели в автомобиле И через 15 минут были там Примерно к 18 часам, когда на площади собрались люди У кого дети или родные остались вот в этой школе Стали составлять списки, кого нет Уже тогда этот список перевалил за 800 человек Но никак не 354, о чем толдычил все время по приказу, видимо, Пескова Администрации президента, о всем толдычили все следствия массовой информации 2 сентября Савельев вылетел в Москву Чтобы донести информацию о происходящем в Беслане до центра В тот же день он встретился со спикером Государственной Думы Борисом Грызловым И рассказал ему о реальном количестве заложников Потребовал срочного созыва заседания Госдумы в связи с ситуацией в Беслане Однако федеральные власти никак не отреагировали Центральные СМИ по-прежнему сильно преуменьшали число заложников в школе Страна не понимала настоящий масштаб трагедии Террористов это приводило в ярость Ну, как мы знаем, террористы от этого просто сатанели там Кричали, что вот вас ваши уже похоронили Вот они уже похоронили 800-900 человек Вот мы сейчас и доведем эту цифру до той, которую довело там ваше руководство страны Что Путин довел То есть трещали их, в общем, ситуация накалялась Как стало понятно позже, Москва намеренно скрывала информацию О настоящем количестве заложников Но почему? Если бы изначально количество заложников, которое, опять-таки, они знали с самого начала Было озвучено, возможно бы дети были освобождены Потому что, ну, такое количество не позволяет провести штурм Успешно Это понимают все Новая газета едва ли не первой столкнулась с тем, что кто-то пытается редактировать ход бесланских событий В Беслан изначально должна была вылететь корреспондент газеты Анна Политковская Которая много лет проработала в Чечне Она летела не только с журналистской миссией Главной ее задачей было выйти на связь с Асланом Масхадовым Избранным президентом Чеченской сепаратистской республики Ичкерия Который скрывался в тот момент в Чечне Анна рассказывала, что Масхадов согласился прибыть в Беслан И силой своего авторитета убедит террористов отпустить заложников Ей удалось выйти на связь с Ахмедом Закаевым Премьер-министром самопровозглашенной Ичкерии в изгнании В 9-10 часов утра мне позвонила Аня и сказала Вы знаете, что происходит в Беслане? Нам нужно что-то сделать Нужно непосредственно предпринять какие-то действия Чтобы не повторился второй Норд-Ост Закаев перезвонил ей в течение получаса С Соколовым и с Политковской Мы слушали его голос по громкой связи Он сказал, что он связался с Масхадовым Масхадов готов это сделать, но он понимает, что как только он выйдет из своего убежища То по дороге он будет или убит, или захвачен И никакую миссию, которую на него вот сейчас возлагает Политковская, с которой он согласен Он не выполнит Политковская спросила, так чего он хочет? Он хочет, чтобы ты ехала с ним И еще кто-то из журналистов Потому что Тогда была иллюзия Что при журналистах Ничего не случится Что не пойдут на публичное уничтожение Политковская сразу сказала, да Еще да сказал Андрей Маратович Бабицкий Корреспондент радиостанции «Свобода» Неплохо известный в Чечне Двумя годами ранее у Политковской уже был опыт переговоров с террористами Когда случился захват зрителей мюзикла «Нордост» в Москве В числе прочих переговорщиков она приносила заложникам необходимое Другим посредникам удавалось выводить из зала тех, кого террористы соглашались освободить История с захватом «Нордоста» закончилась трагически Тот опыт показал Штурм всегда наихудший вариант Единственная возможность спасения людей – переговоры Ну где-то через 3-4 часа прошло сообщение о том Что Андрей Бабицкий задержан в аэропорту Там ничуть ли он хотел пронести какое-то взрывное устройство на самолет А потом второе сообщение было о том, что он якобы устроил драку Ну факт, что он не попал на самолет, его не выпустили из Москвы Таким образом, один из журналистов, который должен был ехать с Масхадовым Был нейтрализован Оставалась Политковская И ожидающий там в Чечне Масхадов Самолет летит до Ростова на Дону из Москвы Час сорок, час пятьдесят В зависимости от погодных условий Приблизительно в 21 час пятьдесят минут При посадке Сережа Соколов Вот с этого телефона Получил звонок Сережа, мне плохо Сережа, я теряю сознание Я позвонил нашему другу В Ростове Сергею Николаевичу Солодовникову, генералу Я вторым был руководителем Одного из подразделений ФСБ Которое дистанционировалось в Тосферном Кавказе В Ростове конкретно Уже после посадки этого самолета Мне как раз позвонил Дима Умратов Сказал, что там прошло какое-то несчастье с Аней И нужно подъехать, помочь там разобраться Вот я снял из борта уже в состоянии Ну понятно, какое состояние человека, который испытал такое воздействие Что вы увидели? Ну я увидел, конечно, страшную вещь, поскольку она была в таком полубессознательном состоянии Вот или чай, или влажная салфетка Послужила поводом к тому Послужила спусковым крючком Послужила носителем того токсина Или, как говорят врачи, агента Который не был установлен Анна Политковская была отравлена в самолете И не смогла прилететь в Беслан Тем временем в захваченной школе уже гибли люди Террористы начали расстреливать мужчин Одним из первых был казнен Аслан Бетроузов, муж Эммы Бетроузовой Его убили за то, что он пытался спорить с террористами и требовать освобождения детей И плюс вот шесть человек они убили внутри зала Для демонстрации убил хучбаров Людей на глазах, их сыновей То есть уже вот эта кровавая расправа Первая для устрашения она произошла К концу дня еще произошло одно событие Которое трудно сегодня трактовать И я на него ответа не знаю И, по-моему, никто не знает Это случай, когда у кабинета номер 10 на первом этаже Вдруг взорвалась террористка, шахидка Действительно, ее там труп обнаружили потом в кабинете номер 10 Вместе с ней говорят, что погибла вторая Погиб еще тяжело, был ранен один террорист И шесть-восемь человек погибло Которые на коленях здесь стояли в этом коридорчике Их террористы усадили Уже спустя несколько часов после захвата Террористы предприняли первую попытку донести до штаба свои требования Центральным из которых был вывод российских войск из Чечни Через одну из заложниц, Ларису Мамитову Они передали номер мобильного телефона для связи А также имена людей, которых хотели видеть в качестве переговорщиков В списке было четыре фамилии Президент Республики Северная Осетия Александр Дзасухов Президент Ингушетии Мурат Зязиков Советник президента России Асламбек Аслаханов И детский доктор Леонид Рошаль Также Мамитова вынесла и передала кассету с обращением террориста Басаева В тот же день в новостях объявили Кассета пустая, телефон, указанный в записке, не работает Это было неправдой В тот же день по этому телефону с террористами связался советник президента Путина Аслаханов Которому они также сообщили о количестве жертв и собственных требованиях Говорил с террористами и доктор Рошаль 2 сентября в школу по собственной инициативе Вошел первый президент Ингушетии, герой Советского Союза Руслан Аушев Он сумел уговорить террористов выпустить матерей с грудными младенцами Всего 26 человек Я ему говорю Грудничков отпусти, зачем тебе груднички нужны? Он говорит, не отпусти Я говорю, ну груднички, зачем тебе? Ну они же вот такие, вообще ни в чем не виновны Они вообще еще не в жизни виновны Дай ему хоть, ну что такое, наговорил ему Ну в конце концов он согласился Посчитали всех грудничков И оказалось, грудных детей их оказалось 15 С родителями Я говорю, ну и матерей, как он без молока Вот что там, надавил на горстки наши эти Точки болевые В эту дверь он заходил, да? Центральную Вынес ребенка оттуда Аушев, герой России Вывел 27 человек с собой И грудных детей Грудных малолетних Через Аушева террористы передали в штаб письмо Басаева Первое, что я прочитал Господину президента России Путину От раба Аллаха Шамиля Басаева И условия, первое, вывести войска Мы готовы Вывести, прекратить войну Вывести войска Мы готовы идти в СНГ Мы готовы быть в любой Рублевой зоне Мы готовы бороться с терроризмом И на Кавказе, если где скажете Но этого от нас не зависит Это зависит от Путин И вашего президента Там еще условия Если будет один убитый Если с нами будете атаковать А с нашей стороны будет один убитый Мы убьем 50 Если будет один раненый Мы убьем 25 Кроме живых заложников И письма Басаева Аушев вынес из школы Еще одну очень важную вещь Даже после нескольких Неудачных попыток Наладить контакт со штабом Несмотря на говорящие О многом вранье По центральным каналам По поводу числа заложников Террористы по-прежнему Готовы к переговорам И ждут их Кавказские политики Продолжали самостоятельные Без санкции Кремля Переговоры с Масхадовым Но федеральные силовики Прилетели в Беслан Не для того Чтобы договариваться Штаб так и не дал санкции На заход в школу переговорщиков Перечисленных террористами В записке Я знаю Как политик Если малейший шанс Кто бы это ни был Прийти и спасти детей Женщин и заложников Надо этот шанс использовать Вот это что я знаю Конечно там вопрос Зависит от Кремля Ну а вы представляете Если Масхадов появился Посвободил Вот просто эту картину Я думаю отсюда Но почему не использовать Масхадов вопрос Что это мешает Один Он один Он не придешь Там с войсками С боевиками Пришел с один Без оружия Зашел Переговорил с командиром И ушел Что от этого изменилось бы Кому плохо То что бы нарушил Был вопрос Ну все отлично Ну чуть-чуть там Политически Кто-то проиграл бы Ну и жить Кто-то выиграл бы Ну а дети В политике Сегодня одна Завтра И все же Благополучное завершение Миссии Аушева Немного успокоило Беслан Также внушало надежду То что 3 сентября Террористы Ответили согласием На просьбу штаба Разрешить забрать Тела мужчин Убитых в день захвата 12 часов дня Всех собрали в Доме культуры Родственников Я имею в виду журналистов И перед нами выступил Александр Засохов Он сказал Что к пяти часам В город Беслан Должен приехать Кто-то Кто будет вести переговоры С террористами На предмет освобождения заложников Мы все расслабились В пять часов Мы ждем Какого-то очень влиятельного Переговорщика В час пошли переговоры Вот вчера Аушев Вывел заложников Сегодня Террористы разрешили Тела вывезти В штабе как бывает Есть политическая часть штаба Ну там типа Там был Яковлев Председатель президента По Южному округу Ну там Прокуроры МВДшники А боевая часть В другом месте была Но то что я видел Ну они какое решение Примут на эти условия А потом Масхадова Туда с командой Только Руководство страны Поэтому все стояла задача Пристегнуть Масхадова К этой Или не пристать Это решение И в час Ноль три Когда Должны были Подъехали Собственно говоря На машине Трое МЧСовцев К школе И начали То есть вышли Чтобы забрать Эти тела Произошли Прозвучал Первый взрыв И через Там буквально Минуты полторы Второй Страшные взрывы были На тот момент Никто еще не понимал Что конкретно Спровоцировало Начало спецоперации Однако Весь Беслан Слышал и видел Что против школы Применяется Тяжелое вооружение Как С этой стороны Обстреливали школу Обстреливали Страшным шквалом Просто вот так Взрыв Снаружи И все Разлетались Окна Взрыв И разлетались И середину Спортзала Ориентировочно Спортзал Я тоже видела Как взрывы Были вот эти Огнеметы Давайте Отодвигаемся Все Так Начался Штурм Школы Москва Выбрала Силовой Сценарий И мы Понимали Уже Вот в этот момент Что происходит Что-то очень страшное Все Это конец Конец Для заложников После первых Взрывов Начался Шквальный Обстрел Школы В спортзале Разгорался Пожар Террористы С уцелевшими Заложниками Отступали В другие Помещения Школы Которые Также Обстреливались В течение Двух с половиной Часов С момента Первого Взрыва Штаб Не давал Команды Начинать Тушение Пожара В спортзале Пожарные Расчеты Подъехали Лишь Когда Крыша Зала Прогорела И Обвалилась Вечером Того дня Вместе С полицейским И зацепление Елена Милашина Попала Внутрь Школы Там Лежали Ну Во-первых Спортзала Уже Как такового Целого Здания Не было Крыша Была Полностью Прогоревшая Она Упала На полу Лежали Тела Был Вот Весь Пол Он Был В телах Обгоревших Практически Обугленных Очень Сильный Запах Горелого Человеческого Тела Люди Были Нецелые У кого-то Не было Головы Были Дети Маленькие Совсем Трупики Такие Все Черные Утро 4 сентября Показало Реальный Масштаб Трагедии Из Спортзала Было Вынесено 116 Обугленных Тел Заложников Еще Более 100 Из Разрушенного Гранатометными Выстрелами Помещения Южного Флигеля Школы Где Были Классы И Мастерские Многим Бесланцам Предстояло Искать Останки Своих Родственников Долгие Месяцы Всего В школе Погибло 333 Заложника Среди Которых 186 Детей Это Было Страшно На них Смотреть Они Все Были Одинаковые Пока Моя дочка Не крикнула Мама Я не могла Ее узнать Тогда моя девочка Мне сказала Фразу Которую Я никогда Не забуду Она сказала Мама Вы Про нас Забыли Тогда Тогда же Утром 4 сентября Бесланцы Своими Глазами Увидели Страшные Доказательства Применение Огнеметов И РШГ При штурме Школы Местные Жители Нашли Огромное Количество Остатков От применения Тяжелого Вооружения Это Тубус От огнеметов Их было Очень много Там Местные Жители Нашли Рубашки От танковых Снарядов Которые Применялись В ходе Выстрелов Убиток В школе Людей Было Столько Что Старого Бесланского Кладбища Не хватило Чтобы Всех Их Похоронить Спешно Было Разбито Новое Хоронили Там Город Оплакал Своих Детей Но Траур Так и Не снял Стало Понятно Что Случившееся В Беслане Слишком Велико Чтобы Это Забыть Люди Ставшие Свидетелями Чудовищного По своим Масштабам Штурма Пытались Понять Как Такое Могло Произойти Почему Штаб Не пошел На Переговоры Как Случилось Что Террористы Беспрепятственно Пришли В Беслан Кто В ответе За то Что По школе С заложниками Били Из огнеметов И гранатометов Беслан Бурлил И требовал Правды Которая Совсем Не нужна Была Москве В первые Жи дни После Трагедии Устоялась Официальная Версия Все Заложники В спортзале Погибли От взрывов Бомб Террористы Стреляли В спины Выжившим Спецназовцы Вынужденно Пошли На спонтанный Штурм Без бронежилетов В этой Красивой Версии Не было Ни слова Правды Да Вся Республика Готова Была Снести Всех Вот Такое Состояние Было Полное Отсутствие Страха Желание Отомстить Такое Желание И это Было У всех Это Мышь Кавказ Критически Федеральные Чиновники Приезжали К нам Представители И Приехал Генерал И Когда я ему Рассказывала У меня было Все что я Видела Я Все рассказывала Всем Все что я Видела И каждый Другой Тоже рассказывала Вот мы Делились И вот Я рассказала Что это важно Было Потому что Школу Обстреляли Ничего я не Понимала Но это я Видела Школу Обстреливали Два часа Шквальный Огонь И И он Тогда Сказал мне Ты врешь Этого не было Ты врешь Мы решили Делать Курпун Беслане Это очень Было Правильное Решение Правильное Решение Муратова Что мы Не только Я Прилечу Один раз И останусь А что мы Надолго Беслане Вот пока Эта ситуация Есть Мы Людей Не бросим Вот в этом Доме На третьем Этаже У нас Была Однокомнатная Квартира Там на протяжении Нескольких лет Мы жили Корреспонденту Новой газеты По очереди Сменяя Друг друга Для расследования Теракта Была собрана Звездная Следственная Бригада 62 Опытных Следователя Из разных Регионов России Среди них И представители Спецгруппы Из генпрокуратуры Но люди Не верили Официальному Следствию Чтобы успокоить Беслан Москва Объявила О создании Независимой Парламентской Комиссии Для расследования Обстоятельств Бесланской Трагедии Возглавил Ее сенатор Торшин Активный Сторонник Легализации Свободного Оборота Оружия Прославившийся Ныне Благодаря Шпионскому Скандалу В Соединенных Штатах В конце Сентября 2004 Года Комиссия Под руководством Торшина Впервые Прибыла В Беслан Была создана Парламентская Комиссия Куда вошли Представители Двух Палац Совета Федерации 12 человек И Государственной Думы 10 человек От всех фракций Были люди И фракция Родина Где я тогда Находился Она Включила В состав Делегации Меня Плоть до 20 сентября И до выступления Тихонова И других Руководителей Контртеррористической Операции У меня Создавалось Полное впечатление Что Ну так Все Оно И есть Вот как Рассказывали Начиная с 20 числа Мы Начали Встречаться С заложниками На встречу Со мной И по-моему Был Пантелеев На этой встрече Мы двое Были Пришли 8 человек Из числа Выживших Или у тех У кого погибли В зале И стали Рассказывать Своё возмущение Действиями Силовых структур Что на самом деле Обстоит дело Не все так Как говорят Официальные Власти Одним из ключевых Моментов Заинтересовавших Савельева Эксперта в области Баллистики С полувековым Стажем В науке Стало Применение Неизбирательных Видов оружия При штурме школы Об этом факте Открыто заявил На встрече С представителями Парламентской Комиссии Член оперативного Штаба Генерал ФСБ Александр Тихонов И это сообщение Никак не вязалось С официальной Позиции Гласивший Что люди В школе Погибли Исключительно От действий Террористов Это был сам по себе Факт Вообще невероятный Что могли Использовать По помещениям Где находились Заложники Могли быть Использовано Оружие Неизбирательного Действия И 21 числа На следующий день После вот этой Официальной встречи Группа матерей Беслана Заложников Потерпевших Сказала В доказательство Того Что они стреляли Из огнеметов Просим подняться На крышу Значит дома номер 37 По школьному переулку А там подряд стоят Три пятиэтажки И действительно на крыше Обнаружили Тубусы Их опечатали Списали номера И парламентская комиссия Официально передала Их Значит Следствию Собственно говоря Вот На этой самой крыше Это оперативная съемка Были найдены Тубусы От использованных От использованных Реактивных Огнеметов Огнеметов Шмель Обратите внимание Это огнеметы А вот это школа Следствие утверждало Что все заложники Погибли От рук террористов Но с каждым днем Общественного расследования В Беслане Все отчетливо И проступала Совсем другая картина Главной целью спецоперации Было именно Уничтожение террористов А не спасение людей Эту правду Государство пыталось Загасить Нейтрализовать Потоками гуманитарной помощи Однако Она упрямо Лезла наружу Именно тогда В Беслан Впервые Приехала журналист И политтехнолог Марина Литвинович Терракт Терракт Произошел В сентябре И как я понимаю Первые месяцы После терракта Было большое Довольно Внимание К Беслану Приезжали Журналисты Приезжали Психологи Работали Врачи Реабилитации И видимо К тому моменту Как приехала я Это все Немножко закончилось И как раз С точки зрения Внимания К их проблемам Не медицинским Может быть А скажем так К теме Того Что это Произошло Что это Такое вообще Было Почему это С ними Случилось Как так Получилось Что Столько детей Погибло И никто Не понес Ответственности Мне кажется Что вот К январю 2005 года Они как раз Этот вопрос Стал для них Главным Я поняла Что То что я могу Им помочь Это Доносить Их Мнение Их Позицию Их требования До Москвы Тем временем Следствие Объявило О том Что номера ТУБ Обнаруженных Представителями Парламентской Комиссии На крыше 37-й Пятиэтажки Были Переписаны Неправильно Эти вещдоки Исчезли Из материалов Дела Так Стало Понятно Что Время Доказывания Реальных Обстоятельств Трагедии Ложится На самих Потерпевших И на людей Которые Им помогают Наша задача Сделать так Чтобы она Стала доказать В этом уголовном деле Я помню Каких колоссальных Усилий Нам стоило Заставить следствие У нас Эту тумбу Забрать Я же говорю Когда мы пришли Я принес Принесли Мы все Улики Разложили И когда заявил Что Не было Я говорю Тогда я его Забираю Стали забирать А потом То ли щепель Щеплю Или кто Тогда согласились Ладно Тогда приняли Факт У меня есть Осознав Что факт Стрельбы По школе Из огнеметов И гранатометов Скрыть Не удалось Следствие Согласилось Да Применяли Но тогда Когда в школе Уже не было Заложников Когда штурм Давно уже Был закончен Страшную правду Следствие Частично признало Лишь через год После теракта Под давлением Общественного Расследования А тогда Внимание Людей Попытались Перенаправить На единственного Выжившего Террориста Нурпашу Кулаева В мае 2005 года Начался Процесс Который Должен был Стать Судом Над террористами Но стал Судом Над властью Но они Полагали Что народный Гнев Прольется Через террориста Кулаева На всех И Значит Процесс Пойдет легко Он пошел Очень тяжело Дело в том Что на этом Судебном Процессе Выступил Если не ошибаюсь Более 900 человек И вот эти показания Дали совершенно Удивительный материал Они по сути дела Помогли Вот я думаю Мне Не полностью Раскрыть картину Но по крайней мере Максимально Приблизиться К пониманию Того Что произошло В школе И в момент Захвата школы Особенно В момент Трагический день 3 сентября Во время штурма Школы Вдруг На этом заседании Стали приходить Люди Которые Очень Очень подробно Начали Рассказывать Про Всю Вот Хронологию Теракта И мы Поняли Что мы Слышим Вообще Абсолютно Новые вещи Во-первых Новые А во-вторых То что расходится Абсолютно Абсолютно Расходится С официальной версией Ну просто Небо и земля Мы поняли Что Беслан И произошло Что-то Другое Беслан Ходил на заседание В Верховном суде Как на работу Бесконечным потоком Шли люди Готовые Рассказать Новые Новые Детали О самых Страшных Трех Днях В их жизни Эти свидетельства Порождали Большие Вопросы По поводу Основных Опорных Точек Официальной Версии Случившегося Центральным Из них Был вопрос О природе Первых Взрывов Положивших Начало Спецоперации Согласно Позиции Официального Следствия Отправной Точкой Для начала Штурма Стал Взрыв Самодельной Бомбы Закрепленный Террористами В баскетбольном Кольце В северо-западной Части Спортзала В 13 В 13 часов 5 минут Эта официальная Версия Держалась Долго Она держалась 4 года Эта версия Стояла Насмерть Следствия И более того Оно легло В основу Обвинительного Заключения На террористам Кулаевым Это официальная Версия Что первый Взрыв В кольце Зарвались Второй Взрыв Под окном Или на окне Однако Показания В суде Десятков Заложников Расходились С тем Что утверждало Следствие Многие Из них Говорили О том Что первый Взрыв Случился Вовсе Не в Баскетбольном Кольце А в Противоположном Конце Зала Под крышей От этого Взрыва В крыше Образовалась Дыра Через зал Пролетел Огненный Шар Они говорили Что первый Взрыв Произвучал На потолке Над входом Который Ведет Со школьного Двора В спортзал То есть От места Первых Взрывов Которые Указывало Следствие На расстоянии 18 метров Это огромное Расстояние В ходе Заседания Судебного Заседания Вдруг Обнаружилось Что ни одно Взрывное Устройство Установленное Боевиками В момент Первых Двух Взрывов Которые Прозвучало В 1303-1305 Не взорвалось Ни одно Взрывное Устройство Спрашивается А что же Взорвалось Есть материальные Судебства Взрыва Если не взорвалось Ни одно Взрывное Устройство Боевиков То Кто Доставил Взрывное Устройство К этим Местам Вывод Напрашивался Только один Значит Это Взрывное Устройство Было Доставлено Извне Это Можно было Сделать Только С пятиэтажки Которая Непосредственно Расположена Рядом Со спортзалом И конкретно С крыши Дома Номер 37 Там Где были Найдены Как раз Вот эти Пять Тубусов От РПГ 26 И от РПО Значит Первый Выстрел По крыше С пятиэтажки По крыше С гранатомета Крыша Загорелась Через 12 Секунд Вон С той Пятиэтажки Вот копоть Видите На втором этаже Вот Наверху окна Вот Вот Рассчитывали Что он залетит И там Вылетит Он Здесь пролетел А там Взорвался Вон Нища Все Кто был Контужен Потолок Обвалился После пожара Все Кто был Контужен Сгорели Ждали Два часа Чтобы эта крыша Упала Чтобы это Свидетельство Исчезло Ждали же Этого Почему пожарные Расчеты Не пускали Чтобы обрушилась Крыша И не было бы Этой дыры Так я для себя Сделал вывод Вторая бомба Террористов По версии Следствия Взорвалась На подоконнике Северной стороны Спортзала Однако Действительной Причиной Этого взрыва Стал выстрел Из гранатомета Этот факт Доказывают Многочисленные Показания Заложников И математические Расчеты Савельева Согласно Его экспертизе Выстрел Из гранатомета РШГ-2 Был сделан С крыши Соседнего Со школы Дома Номер 41 Снаряд Вошел В одно Из окон На южной Стороне Спортзала Пролетел Зал Насквозь И разорвался Под окном С противоположной Стороны Именно Это и было Причиной Образования Вывола В стене Под окном А вот С той Пятиэтажки Вот С той Пятиэтажки Вот во второе Окно И рассчитывали Что в первое Вылетит Там трубу Находили От гранатомета Она вверху На крыше Никто с ней Не спускался Ее там бросили Эксперты уверяют Что там была Интерференция Волн Взаимодействия Они усиливались И пробили Эту дыру И у меня вообще Претензий к экспертам Нет Они сделали свое дело Посчитали Вот математическая модель Дыра Ну могла образоваться Бог с ней Но они им не сказали Что на этом стуле Стояло Вот это взрывное устройство Чемодан А под этим стулом Находились ноги Заложницы Беченовой Которая сидела Это взрывное устройство Находилось Полуметри от нее А ноги ее были Под этим стулом Она об этом сказала В одном из судебных заседаний Я очень внимательным образом Прочитал Она жива-здорова Она каким-то чудом Как будто ее Господь Бог ее стеной оградил Она цела-целешенька А этот взрыв должен был Разметать ее тело На молекулы Еще один вопрос Которому было уделено Много внимания В суде Как случился захват Официальная версия По этому вопросу Тоже стала рассыпаться Согласно материалам следствия Вечером 31 августа 2004 года Террористы В количестве 32 человек Направились в сторону Села Инарки Молгобегского района Республики Ингушетия Где остановились на ночлег В лесном массиве Разведка дальнейшего маршрута До Беслана По мнению следствия Была проведена Террористами заранее Переночевав Группа вооруженных боевиков Накрытой тентом Автомашине ГАЗ-66 Выдвинулась рано утром 1 сентября В сторону Беслана Но бывшие заложники Говорили другое Они утверждали Что террористов было больше Около 50-60 человек И прибыли они На двух машинах ГАЗ-66 Одна из которых Скрылась после высадки Вооруженной группы У стен школы Надо было скрыть этот факт Потому что надо было Объяснять Что террористов было Не 32 человека А там было более 60 Вопрос очень важный Если мы считаем Что террористов было больше Если люди так считали Возникал ведь какой момент Что значит кто-то ушел Анализ материалов дела Позволил общественному следствию Сделать еще одно открытие Оказывается Многие из террористов Принимавших участие В захвате Бесланской школы Имели опыт сотрудничества С государственными спецслужбами И силовыми структурами Более того Об их передвижении И предстоящем захвате Некоего объекта Силовые структуры Северной Осетии Были проинформированы Заранее Когда мы все-таки Вот Собрали свидетельские показания И какие-то моменты Были доступны Мы сделали Для себя Потрясающие выводы Что оказывается Часть террористов Должны были сидеть в тюрьме Они оказались в Беслане Оходов был такой Что он По материалам делом Он был агентом Агентом И в том числе И брат Кулаева Тоже был отпущен Тоже должен был Находиться в тюрьме Он был отпущен В том числе И вот этот полковник Который должен был Тоже сидеть В тюрьме Тоже был отпущен Игра с террористами Внедрением И попытка Завербовать их Для получения информации Привела к тому Что это террористы Знали о шагах Наших правоохранительных органов А не мы О шагах террористов Ходов сумел провести ГАЗ-66 Набитой террористами К детям Исланскую школу Другой принципиальный вопрос На который Официальное следствие Не давало Никакого ответа Как погибла Основная часть Заложников И в результате Чего они погибли У всех погибших Заложников В экспертизах Которые не проводили Судебно-медицинских Судебно-медицинских Экспертизы Должны были Обязаны проводить Чтобы установить Причину смерти Каждого человека Уж этот Заложник Для заложников Могли сделать Этого не было сделано И у всех У них Написана Одна причина Погибли В результате Первого взрыва Устроенных Террористами В спортзале Но большая часть Заложников Погибла В тех зданиях Школы Которые не были Заминированы И погибли Расследовать Расследовать Факт Стрельбы Из танков По школе И следователь Алиев Следователь Генеральной Прокуратуры Группы Которая Занималась Расследованием Здесь В республике Следователь Алиев На нашем Ходатайстве Дал ответ О том Что да В момент Освобождения Заложников Велась Точечная Стрельба По террористам Из танков Вот это Вот тот момент Когда танки Стреляли В столовую И на наш Запрос Значит Они так и Ответили Да Танки Стреляли Днем Но это Была Точечная Стрельба По террористам Вот Вы понимаете Как можно Из танка Из танка Стрелять Точечно По террористам В столовую Когда там Находилось Более 300 заложников Расследование Юрия Савельева Провергло Утверждение Следствия О том Что абсолютно Все заложники Погибли В спортзале В результате Первых взрывов Устроенных Террористами Он доказал Больше всего Погибших Было в других Частях школы В столовой Классах Мастерских В Южном крыле Эти помещения Школы Не были Заминированы Люди Там погибли В ходе Штурма Именно Поэтому Оно было Спешно Разрушено В ночь С 3 На 4 Сентября Там Вынесли Тела Но Фрагменты Остались И вот Эти фрагменты Потом Полгода Спустя Люди Нашли На свалке Потому что Их начали Кушать Животные Собаки Бездомные Главный вопрос Который Бесланский Процесс Ставил Перед властью Какую Ответственность Понесут Те Кто руководил Чудовищным По своим Последствиям Штурмом Этот вопрос Так и остался Без ответа Когда Соболев Генерал Соболев В суде По Кулаеву Мы С трудом С большим Трудом Добились Того Чтоб Его Вызвали И когда Генерал Соболева Мы спрашивали Почему Ваши танки Стреляли По школе Там же Заложники Были Почему Ваши БТР Стреляли По школе И он Дал Такие Показания Что Я Мы не стреляли Армия Не имеет права Он чисто Как военный По военному Так Довольно Откровенно Собственно Сказал Как было На самом деле Что Он танки Передал Сотруднику ФСБ Которого Знал Налицо Фамилию Которого Не знает Шторм Бесланской Школы Стал Огромной Трагедией И для Центра Специальных Назначений ФСБ России В ходе Операции Погибли 10 Бойцов Центра Никогда Прежде Эта Служба Не несла Таких Серьезных Потерь Люди Которые Центра Специального Назначения Которые Погибли Там Герои Они погибли Так же Как погибли Заложники Они своей Жизнью Смыли Частично Я позволю себе Потребить Слово Позор Своих Начальников Которые Ну Допустили Все Это Есть 10 Сотрудников Подразделений Которые Погибли При этом И это Не Молодые Ребята Которые Пришли Служить В армию Это Офицеры Это Боевые Офицеры Которые Прошли И Афганы Другие Теракты И люди Сложили Головы И они Там Вот В этой Мясорубки Они Были Уже Даже И не Офицеры Офицеры В первую очередь Они были Отцами Они были Братьями Мужьями Потому что Они видели Этот ужас И За это Должны Отвечать За это Отвечает Государство Суд Суд Над Нурпашой Кулаевым Единственным Выжившим Террористом Продлился Год И Закончился Пожизненным Приговором Большое Дело Беслана Расследование Которое Должно Было Назвать Виновных В том Что Захвар Школы Вообще Состоялся И в том Что В ходе Штурма Погибло Столько Заложников До Суда Так И Не Дошло Позиция Власти Очевидно Никто Кроме Террористов Бесланской Трагедии Не виноват Федеральная Парламентская Комиссия Закончила Свою Работу В декабре 2006 Года По итогам Своего Расследования Она Подготовила Доклад Который Мало Чем Отличался От Результатов Работы Официального Следствия Совет Федерации И Государственная Дума Проголосовали За него Абсолютным Большинством Голосов Особое Сомнение Членов Федеральной Парламентской Комиссии Ученого Юрия Савельева Почти Никто Из депутатов И сенаторов Не читал Выводы Савельева Опубликовала Новая Газета А сам Семитомный Доклад Самые Подробные Исследования Бесланской Трагедии Сегодня Можно Найти На сайте Правдобеслана.ру Конечно Это было Не просто Этот доклад Опубликовать Как бы Вызов Целой Системе Могущественной Которая Самая Могущественная Система В мире Я это Отчетливо Понимал Я с ними Всегда Довольно Активно Общался И уважал И было Не так Это просто Сделать И я Когда уходил Из Государственной Думы Это было 2007 год Ноябрь Месяц Прочитав Эти результаты Экспертизы Я отправил Все семь Томов Своего Исследования Президенту Путину Своим Сопроводительным Письмом Мог бы Ответить Потому что Мы друг друга Достаточно Хорошо знали По совместной Работе В мэрии Санкт-Петербурга Он всегда Был ответственным Человеком Ответственным Руководителем Но ответа Я не получил Ответы Оценка Расследовательской Работы Савельева И бесланских Потерпевших Пришли С другой стороны С выводами Из доклада Савельева А также Со всеми Материалами Добытыми Во время Судебного Следствия Голос Беслана В июне 2007 Года Обратился В ЕСПЧ Это не приветствовалось Государством Чтобы потерпевшие Беслана Вдруг организовались И вдруг Подали Против государства Естественно Государство Сопротивлялось Через Многочисленных Чиновников Через своих Подсадных Агентов Через Кого угодно Это была Трудная дорога Тяжелая дорога На нас Нападения Были даже В офисе На сопредседателя Нашей организации Мою сестру Ему Тагаеву Она Оказалась Одна В кабинете И на нее Было Нападение В 2012 Году Европейский суд Вынес решение По жалобе 409 Пострадавших В ходе Бесланской Трагедии Суд Признал Вину Государства В том Что при штурме Оно Применило Военную Технику Неизбирательного Характера Что привело К гибели Большого Количества Заложников Было Нарушено Фундаментальное Человеческое Право Право На жизнь Суд Рекомендовал Российскому Правительству Провести Расследование По фактам Установленным ЕСПЧ Расследование Однако Так и не было Возобновлено Вот это наша База Доказательная А вот Что правительство Докажите Суд давал Несколько лет Правительству Следственным Органам Докажите Что это не так Вас обвиняют Что вы школу Расстреляли Докажите Что это не так Вот этот Урмановый Отец Со мной Работал Шесть Человек Шестеро Отец Собой Работал Хаблиева Мать Со мной Работала Собанова Знал Я Лично Многие Саша Михайлов Он Вождение Преподавал И по Трудам В школе Многие Знакомые Шатаевых Я хорошо знаю И что У Шатаевых Я говорил Да Дочка Погибла С внучкой А муж С мальчиком Остались живы И они рядом Им квартиру Отдали Живи ему Своей жизнью Как Он мальчика Забрал Все И женился И позапрошлом Году У него В тот день В который Родилась Бывшая Погибшая Девочка В тот день Рождается Девочка От другой Женщины После тех Черных Сентябрьских Дней Прошло 15 лет Дети Выросли Родственники Погибших Получили Квартиры В качестве Компенсации Останки Спортзала Спрятаны Под золотистым Саркофагом После завершения Суда Над Кулаевым Школу Попытались Снести Однако Беслан Встал За нее Горой Тогда Было Принято Решение Превратить Школу В памятник Разрушенные Взрывами Перекрытия Были Заменены На новые Пробоины В стенах Заложены Новеньким Кирпичом Как вещественное Доказательство Школа Больше Не существует Как объективное Расследование Будет повестись Когда новую стену Вывели До второго этажа Вот плиты Снимались Вот здесь Видите Штукатурка На месте А здесь Где Вот снимали Плиты Чтобы поставить Эти колонны И крышу Снимали Вот смотрите С подствольного Вот Мне бояться Нечего Я пенсионер Все спустили На тормозах Какие уроки Российское государство Вынесло Из того Что произошло В Беслане Как отреагировало На происшествие В историческом смысле Бесланский теракт Стал для страны Поворотной точкой Именно он Заложил основы Современной Российской Политической системы Сразу После штурма Президент Путин Заявил об отмене Губернаторских выборов В стране Следом Началось укрепление Государственного контроля В СМИ Раф Шакиров В сентябре 2004 года Взглавлявший Легендарную Газету Известия На тот момент Флагман Российской Официальной печати Рассказал Рассказал нам о том Как был уволен Со своего Руководящего Поста Во всем мире Есть такая практика Что в общем Когда происходит Событие Типа 11 сентября Выходят такие Плакатные номера Но мы тоже сделали Плакатные И главное Что это такая трагедия При которой Любые слова Звучат фальшиво Поэтому мы не стали Давать слова А дали Вот просто Вот в таком ключе Чтобы было представление Вот такой вот Плакатный номер С трагедией Позвонили И опять же Из администрации Но уже не мне А Потанину И Окопову В известие Тогда входило В медийный Блок Профмедиа И принадлежало Потанину Вот И собственно говоря Сказали Как мне Раф Окопов Вызов меня Сказал Что в общем Требует крови Я говорю Я понимаю Я несу За это ответственность И в общем Единственная моя просьба Была Чтобы редакцию В течение года Хотя бы не тронули Чтобы люди могли Найти работу Россия и прежде Сталкивалась С масштабными терактами Трагедия С захватом Заложников Буденновской больницы В 95-м году Разрешилась Переговорами И колоссальными Уступками террористам В обмен На освобождение Людей Бесланские события Показали Какой головокружительный Кульбит Совершил Россию Больше никаких Переговоров С террористами И никаких Гарантий Тем Кто оказался В заложниках Никаких гарантий Даже детям Страна без колебания Приняла эти правила Цензура Отмена выборов Это главное Последствия Беслана Которые привели В дальнейшем К апсолютизации Тогда существующей власти К тому Что эта власть Перестала быть Меняемы Меняемы К тому Что Гарантированная Конституция Свобода Слова Боли Не существует И самое главное Народное сознание Сознание Нашего общества Было подготовлено К главному Контракту На будущее О том Что мы готовы Отдать Любые наши Свободы В обмен На безопасность Лишь бы не повторилось То, что мы видели С тех пор Вот Беслана Перестала звучать Фраза Которая была Воспитывающей И нарративной Для целого Предыдущего поколения Народ должен Знать правду Все Этот принцип Был Отменен Народ должен Быть в безопасности А правда Да и хрен бы с ней Фатиме Дзагоевой Было 10 лет Когда она оказалась Заложницей Бесланской школе Вместе с ней В этот день В спортивном зале Была ее сестренка Залина Той было 8 Залина из школы Уже не вышла А Фатиму спасли Фатя Невзрослеющий Памятник Бесланской трагедии Это последствия Бесланского теракта Фатя было Сквозное ранение Черепа Две комы Две тяжелые комы Оперировались мы В Германии В университетской клинике В Дюссельдорфе После нашей операции Мы все это время Периодически Выезжали В Берлин На реабилитацию На обследование Нашего шунта Ну изначально Мы выезжали У нас были Как бы Людские деньги Людская помощь была Были деньги Которые Перечисляли люди Организации А потом уже Были такие моменты Когда приходилось Продавать все Что было На пострадавших Выделяли квартиры И мы По ходу Все это продали Несколько раз в неделю И никто не знает Когда это произойдет Фатя просит родных Отвезти ее В школу Ей нелегко Дается этот путь Лестница С пятого этажа Пешком Через двор Сквозь гаражи Но все эти годы Она не прекращает Свою вахту Фатина пенсия По инвалидности 9 тысяч рублей Все, чего Фатя Достигла За эти годы Получилось Только благодаря Поддержке Ее семьи Мамы Жанны Папы Алика Тети Ланы Мы сейчас тоже приехали Из Германии У нас прогрессируют приступы Мы пролежали В медицинском нашем центре В неврологическом отделении Но мы поступили с приступами И выписались с приступами Мы также не можем понять На фоне чего Они прогрессируют Нас немцы перевели На немецкий препарат Но нам надо было Просто элементарно Понаблюдаться у них Подготовить нам Дополнительные медикаменты Но мы уехали Из-за нехватки денег Они нам Выставили еще Счет 9 тысяч евро Чтобы мы побыли У них 14-15 дней Раз год В Фате нужно ездить Немецкую клинику Чтобы врачи Нейрохирурги Обслуживали шунт Установленный ей В мозг В 2006 году В России За это никто не берется Все, что могут предложить Двухнедельная реабилитация В Бесланском медцентре Вообще-то До такого состояния Она дошла Благодаря немецким клиникам Вот мы встали С коляски Мы заговорили Мы стали Общаться Кушать Жевать Самообслуживание у нее Вот до такого уровня Мы дошли Благодаря немцам Новая газета Обратилась к Вице-премьеру Правительства России По социальным вопросам Ольге Голодец Мы просили Россию В ее лице Помочь Искалеченной девочке Пройти эту реабилитацию В Германии Письмо было спущено По инстанциям И через полтора месяца За Россию Ответил Осетинский Минздрав Учитывая Состояние здоровья Загоевой Ф.А Ее семье Неоднократно Была оказана Материальная помощь К сожалению В настоящее время Министерство Труда и Социального Развития Республики Не имеет Такой Возможности Это же государство Виновата До сих пор Она Сейчас ей дали Инвалидность В 20 лет Не в 18 А в 20 лет Ей дали Инвалидность Вот 4 года Тому назад И В инвалидной Вот этой красной Книжке Ей написали Инвалид детства Насколько я понимаю Она ходила в школу Ей было 10 лет Она училась хорошо Она Инвалидом детства Не родилась Она Инвалидом родилась Никаких отклонений Ей не было Ничего не было А вот когда в школу Пошла Вот это случилось Вот она С тех пор Вот так А кто за это Должен ответственность Нести Государство Конечно Кто еще Я верю Все равно Я верю В Бога Потому что Когда Фатька Впала в кому Я как сегодня Помню Я стояла за дверью Плакала И ко мне Подошла женщина Это было в Ростове В областной Детской больнице И она мне говорит Не надо оплакивать Больного человека Сходи в храм Посиди Подумай И ты знаешь С Божьей помощью Наверное Как-то все равно Мы Держимся И всегда Когда мы Садимся В самолет Да Улетаем Она говорит Ты знаешь Лан Ты не бойся У нас все Будет хорошо И вот она Всю дорогу Пока мы летим Она может Спокойно Вот так Держать свой крестик Мы нигде Не упадем У нас будет Все хорошо Она же верит Субтитры Субтитры Субтитры